Дендрарий в Красноярском Академгородке может получить статус особо охраняемой природной территории. С такой инициативой выступили сотрудники Института леса имени Сукачева и красноярские общественники. И эту идею уже поддержали в городской администрации и в Министерстве природных ресурсов и экологии края. Последние уже даже начали оценивать, что конкретно для этого потребуется. Если дендрарий станет особо охраняемой территорией, это может поставить точку в споре вокруг его застройки. Напомним, год назад стало известно, что Красноярский научный центр решил возвести на месте дендрария жилой дом для своих сотрудников. И это несмотря на то, что по правилам землепользования и застройки, которые утвердила администрация, это зона рекреации. Краевой суд тогда встал на сторону городских властей, но позже Верховный суд России постановил признать правила землепользования недействительными, то есть фактически разрешил стройку. По словам специалистов, статус особо охраняемой территории будет означать, что строить дома на месте дендрария будет нельзя. Для того, чтобы организовать территорию, изначально появляется необходимость, то есть те или иные сообщества, либо научное сообщество, либо инициаторами являются люди, которые говорят, что данной территории необходимо ей придать статус, опыты. После этого эта территория детально изучается, опрашивается мнение по этому поводу как населения, так и органов местного самоправления. И только после этого мы выходим на стадию создания опыта. Это сохранение биологического разнообразия. То есть выбираются только те территории, где это разнообразие максимально. Впрочем, как говорят специалисты, придать новый статус дендрарию – дело небыстрое. Земля, на которой он расположен частично, находится в федеральной собственности. И сейчас в министерстве формируют запрос в федеральное агентство по управлению госимуществом. К тому же, чтобы придать статус охраняемой, территорию нужно будет обследовать, подготовить обоснования и пройти госэкспертизу. А деньги на это в краевом бюджете не предусмотрены. Но в институте леса, который и инициировал этот процесс, говорят, сделать все-таки это нужно. От этого выиграют и горожане, которым сейчас официально доступ в дендрарию закрыт. Я думаю, что прекратятся все посягательства на эту территорию, на предмет ее застройки. Это первое. Второе. Я надеюсь, что удастся в режиме использования этой особо охранной территории включить рекреационное использование. Это будет прекрасным объектом для рекреационной деятельности. И он превратится в культурный и исторический объект. Важно не только в научный. Мы не можем не собирать какую-то плату за вход туда. Мы даже не можем держать там ставку дворника. Потому что это, во-первых, не моя территория. Это территория Красноярского научного центра. И, во-вторых, я бюджетные деньги туда не могу. Они у меня в госзадании не включены. Я не могу туда их расходовать. А если там будет какая-то коммерческая структура, предприниматель найдется, который в этом заинтересован, мы можем давать ему экскурсоводов. Мы можем его консультировать относительно того, где какие объекты аттракции можно размещать.